МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Никогда бы не подумал, что в интернете столько диких кошечек. Аж в глаза хребет. Ничего, терпи. Это понятно. Проходим, быстро. Сел. Давай, давай, давай. Все, спасибо. Так. И что это за делегация? Были задержаны при проникновении на место преступления. Вот. Знакомьтесь. Корреспондент. А это фотограф. Интернет-издание о ночной каратубе. А вот этого представлять не надо. Ну, давай, рассказывайте, что делали на месте преступления. Алтарь фотографировали. Этот Успанов... Собака. Всю инфу слел вот этим. За это мне, кстати, еще не заплатили. Да пошел ты. Так, заткнулись. Синдерны. Ну, неужели нельзя дождаться окончания расследования, а? Я им про это всю дорогу толпичил, как обстину горохом. Сенсациям захотелось. Слава Аллаху. Поймал вовремя. И они не успели свою статейку в интернет слить. Вообще-то, Макала уже шугарик. Сурят терди. С телефона сразу в облако фотографии ушли. Редактор же их получил. Слушай, ты хакер дубанный. Ты что, раньше-то молчал, а? Ну, звони редактору своему, быстро! Да поздно уже. Вышло. Че? Древние боги требуют жертв. Я... Я вас... Я вас посажу. А тебя, Воспану, вообще расстреляю нахрен. А что я? Я лицо материально ущемленное. Мне деньги нужны были, а вы отказали. Вот, пожалуйста, получайте. Добрый вечер. Хорошо, что вы. Все еще тут. Я нашел страницу Саули. Правда, пришлось в истории покопаться. Но все-таки адрес у меня есть. Ну, хоть одна хорошая новость на сегодня. Рахмет. Так, Санжар. Этих всех на общественные работы. За препятствие расследованию. Я не был самим. Я не был самим. Уводи. Старик. Вредители. Давай, давай, вперед. Круто! Каримов. Жаня, Сыздархан. Ку-мэгнезгерек. Может, останетесь? Просмотрите страничку Саули. Вы же ее знали. Какие-нибудь знакомые лица увидите. Да, без проблем. Рахмет. Ну, остальные, включая меня. Ладно, свободны. О, слава богам. Адлет, ты в гостиницу? Нет, я на квартиру. У меня ремонт должны закончить. Сау-мэгнезгерек. Сау-мэгнезгерек. Беги. Сау-мэгнезгерек. В доме в квартире, в доме я не буду ходить, Сапаров. Ремонт закончился? Почему? Нет раствор? Не знаю. Раствор. Так. Что здесь интересно? Так, это где? Искуля. Почему остановился? Значит, задумался. Почему нет фотографий с родителями? Ну, есть одна и то старая. Да она, по-моему, не особо их любила. Говорила, что они ее раздражают, там, нравоучениями и все такое. Что имеем, не ценим, да? Да. Хотел бы я, чтобы мама была жива. Вот так на меня смотрела. Волновалась. Учила, как жить. Волновалась. 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 Что же, что значит быть ребенком? Син, а то нам тоже хоть сполк пил? Я боялся, да. Блин, это сорян. Честно, не люблю над тем разговаривать. Больная тема. Понимаешь, наверное, да? Да, понимаю. Даже лучше, чем ты думаешь. Знаешь, у меня есть одна надежда. Что они сейчас там и им хорошо. А я, если честно, не хотел бы, чтобы мама меня помнила. А то будет скучать. Как я скучаю. Она была такой счастливой. Пока все это не началось. Ладно, давай архоризнишь. Да, конечно. Так. Что-то интересное есть еще. Опа. Этот парень явно тот самый, с которым она приходила. Тату-салон. Да это он. Шаман. Ну-ка зайди на страницу. Так. Что это за шаман-то, а? Угу. Во-во-во. Да, это же он. Так, короче, надо пробить его по базе. Может, были приводы. Ну и все такое. Короче, ты на бой кужок. Давай мне сам комик-то си. Все равно нечего делать. Вдвоем будет быстрее. Давай. Как хочешь. Адлет? Диана, ты что ли? А ты здесь откуда? Я думал, ты в Лондоне. Лондон накрылся, теперь я журналист криминальной хроники снова. А ты здесь что сделаешь? Почему не в столице? Ну, как тебе сказать? Тоже не срослось. Теперь я здесь, начальник следственного отдела. Я смотрю, мы с тобой еще те карьеристы. Вспоминал меня? Да. В первое время, да. Пока ты меня не бросила и не укатила в свой Лондон. Ладно, полковник. Дела уже прошлые. Предлагаю перемирие. Тем более, нам с тобой еще работать вместе. В смысле? Ну, я буду писать репортаж про ваших сектантов. Ну, не переживай ты так. Отличный будет репортаж и все уже в курсе. Ну и бонус, что ты здесь. Так что, рассказывай. Не буду. Пока не закончится расследование, никаких материалов ты не получишь. Понятно. Алло, господин генерал. Здравствуйте. Это журналистка Диана Ямаева звонит вам. Да. Я тут стою с полковником Сапаровым. Не могли бы объяснить, что к чему? Да, спасибо. Передаю трубку. Полковник Сапаров. Сапаров? Генерал Нурғалиев. Ол не саботажда? Генерал Мұрза, кешеріңіз. Бірақ терге өсі аяқталғанша репортерларды араластырмас еді. Интернет шулап жатыр. Оларды барлық материалдармен қамтамас седі. Измен! Фіз бірақ. Т 교plардармен қамтамай деп. Окружи бірақ түсі жанжды. Бұ. Никаких зацепок. Извини, по работе. Да, Каримов, слушаю. Шер, мы нашли парня, который делал татуировки с Ауле. Понял. Все хорошо. Сейчас буду. Прости, дела. Бежать надо. Ты куда? Я с тобой. Тем более чувствую, вы что-то нарыли. Единственное, что сумку не поможешь поднять? Давай. Ну, знакомьтесь. Диана Имаева, журналист криминальной хроники из столицы. Будет освещать наше расследование. Всем привет. Приказ вверху. Ну, что, накопали что-нибудь? Да, нашли страничку у парня, потом самого парня. Пробили по водительским правам. Берег Нусупов. Есть домашний адрес. Ну и отлично. Сейчас оформим все бумажки и поедем. Я с вами? Нет, а вот тут вот точно нет. И звони кому хочешь. Ну, одно дело делиться информацией, а совсем другое дело брать гражданского на возможное задержание. Короче, ты подожди. Пока задержим, допросим, а потом получишь всю информацию. Окей. Да, понял. Надеюсь, я вам помог. Еще как. Ахмед. Ахмед. Было приятно познакомиться. Мне тоже. Пока. Пока. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА СТУК В ДВЕРЬ Кто там? Полиция, откройте! Здрасте. А в чем дело? Полковник Запаров, нам нужно с вами поговорить. Ладно, проходите. Харимов! Так я могу узнать, в чем дело? Можете. Только сначала ответьте на вопрос. Вы поклоняетесь царю подземного мира, так? Даже если так, это же не преступление. Ну да, это не преступление. До поры до времени. На заброшенной промзоне найден алтарь. Со следами жертвоприношения Орлику или Ерлику. Ерлику. Ну так в Ерлика много кто верит. Может просто бараны в жертву принесли и что-то такого. Ну допустим. Савлики Несова давно видели? Причем тут Саули вообще? На вопрос ответьте. Где-то месяц назад, может больше. Ну встречались раньше. Ну и? Ну и потом расстались. Почему? А это прям важно. На вопрос отвечаете? Ну блин, потому что она накуривалась, бухала, по клубам шлялась. Думал на нее как-то повлиять, а потом да, забил короче и ушел. Так а что случилось? Что она натворила? Она найдена на алтаре. Мертвый. Как это мертвый? Подождите. Ну что вы думаете, что это я сделал? Что у вас в сарае? Нечего. Барахло, личные вещи. Пойдемте покажете. Без проблем, мне скрывать нечего. Я не понимаю, чего вы там пытаетесь найти? Я же говорю, барахло всякое. Открывай давай. Прошу. Я же говорю, мужики, не убивал я Сауля. Все понятно? Мирик, Кунцок. Убери, Джохан! Стоять! Стоять! Мужики, они виноваты. Не мое там. Берек Послупов, вы задержаны по подозрению в убийстве Саулей Кенецовой. Руки! Какое убийство? Встал. Вперед! Ну ты как? Да нормально. Эта свадьба заживет. В твоем случае точно. Так, ну давайте подведем итоги. В сарае вон у Супова были найдены матрас, кандалы, маски, ритуальная одежда, а также жертвенный кинжал со следами крови. Дело ясное. Нет, конечно, дождемся результатов экспертизы от Юсупова. Но я уверен, что этот гад, ну Супов, похитил Кенесову, месяц держал ее в своем сарае, а затем принес ее в жертву со своими дружками. Сейчас посидит в камере, помаринуется и расколется. Ну, будем на это надеяться. Так, экспертиза готова. Кровь на кинжале однозначно принадлежит Савле Кенесовой. Ну, а я о чем? Так вот, из столицы еще пришли анализы. Кенесову убили при помощи инъекции, которая состоит из трех препаратов. Это дешевый анестетик из группы барбитуратов, который отключил ее сознание и обездвижил ее. Второе, это мерия локсан, который вызвал паралич. И третий препарат, который вызвал остановку сердца. Ну, как-то сложно и жестоко. Наоборот, все три препарата входят в смертельную инъекцию для казни в некоторых штатах США. Поэтому это достаточно гуманная смерть. Так, ну понятно. Но Супов работал санитаром в больнице. Там он мог разжиться препаратами. Он обколол девушку, бросил ее на алтарь. И вырезал свои руны эти ножом. Что скажешь, Эдли? Скажу, что нам пора пообщаться с этим Нусуповым. Что, вы разобрались там? Понятно же, я никого не убивал. Да. 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 Да, и кстати, экспертиза подтвердила, что кровь на ноже, которую мы нашли у вас в сарае, принадлежит совлекении своей. Да, я вообще не знаю, как это объяснить. Я ни при чем здесь вообще, никак. Ну а что убегал тогда? Да испугался, потому что. Я реально думал, что вы пришьете мне что-нибудь. И не зря так думал. Вы же постоянно невиновных тут сажаете, да? Этим вы здесь занимаетесь. Все сказал? Да, все. Запомни, невиновных мы тут не сажаем. Ну так вот, я невиновный сижу. Давайте, разбирайтесь, спрашивайте, делайте что-нибудь. Э, короче! Алтарь в промзоне. Твоих рук дело? Да. Но я не псих. Я просто на этом зарабатываю. Вот. А вот тут давай поподробнее. Ну в общем, сработал, у меня проблемы, говорит. Нормально работать найти не мог. Наверное, даже года три назад я в Южную Корею везел на заработки. Ну так, вообще. По 12 часов на заводе потратишь, и денег там платят. В итоге надоело мне это все. Я решил вернуться. Здесь знакомые помогли мне с санитаром в больнице устроиться, а денег все равно мало. Давай ближе к теме. С сектой что? Ну, про Ярлика я давно читал. Ну, мифы там всякие. Заходит, нет. В общем, я подумал и понял, что на этом можно бабки слипить. Как именно? Ладно. В общем, я тему такую придумал. Знакомился с больными людьми, у которых там диагнозы совсем печальные. И говорил ему, что если попросить Ярлика, то можно выздороветь. Ясно. Мошенничество. Ну, а человеческие жертвы-то зачем? Да какие еще нафиг человеческие жертвы? Вообще о чем? Я вам говорю, я находил больных, втирал им дичь у алтаря, пора нарезал и все. Я что, идиот, что ли? Человека убивать? Ладно, допустим. С Ауле Кенесовой как познакомился? С Ауле мы в клубе познакомились. Где-то полгода назад. Повстречались какое-то время. Она мне, кстати, помогала с этой фигней. Потом поссорились и расстались. Она еще угрожала, что сдаст меня. Но я реально ее не убивал. Честно вам говорю, то, что вы у меня в сарае нашли, это подстава какая-то. Так кому нужна такая подстава? Да откуда я знаю? Вообще без понятия. Ну явно кто-то, кто в курсе этой темы. Не знаю, может клиенты какие-то. Ясно. Ну что? А теперь давай, вспоминай, кто был с тобой позавчера у алтаря. Имена и все в письменном виде. Аж снимите мне удобно. Из шеи. Привет. Жахан сказал мне, что ты поймал убийцу. Тебя можно поздравить. Осталось у тебя узнать подробности, и мой репортаж готов. А погоди ты со своим репортажем. Тут еще не все ясно. Узнаю Адлета Сапарова по прозвищу Упертый. Ну что-то мне ясно. Ну смотри, Берик утверждает, что закончил ритуал и приехал домой в час ночи. Угу. А Савле была убита в два часа. Если Берик говорит правду, то получается его просто подставили. Если говорит правду? Ну вот это нам не нужно будет узнать. Это адреса и данные граждан, которые в ту ночь были у алтаря. Значит, нужно сделать что? Допросить каждого. Правильно. А я пока съезжу кое-куда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стоять! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стоять! Полиция! Сезымсис. Сосед. Увидел, что кто-то в сарае. Думал, Берик. Берик мне денег должен за барана. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так. А вот здесь поподробнее. Айтебернс? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Несен Айтеберн. Взял долг у меня барана позавчера. Обещал сегодня деньги. И пропал. Я барану помогал им привязывать. Сено дал. В углу? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А ну-ка, пойдемте. Вот это все было? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, такого не было. А что это? И что, Берик натворил? Пока ничего. Баравернс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А деньги? Ну, с деньгами подождать придется. Баравернс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Жахан Каласин. О, здорово. Садись. А ты чего такой уставший? Домотался по городу. Свидетелей опрашивал. Понимаешь? Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Берика нашли. А теперь сомневаемся, что он причастен к убийству Сауле. Они же могут врать. Не, ну, вполне возможно. Теперь нужно проверить это все. Мы же не можем судить невиновного. Не, ну, это понятно. А ты сам веришь в то, что Берик не виноват? Ну, если честно, нет. Знаешь, жалко Сауле. Даже не потому, что ее убили, а потому, что она оказалась никому не нужна. И, может, смерть спасла ее от еще худшего конца. Она могла скатиться и причинить вред кому-нибудь другому. А я даже не нашел в себе силы побыть рядом, вытащить ее из ямы. Бросила ее. Проявил слабость. Кощ, ты же не мог знать, что именно так все произойдет? Да все равно грустно. Может, кофейку ищем? Одному сидеть неохота. Да, да, конечно. Шеф подождет. Официант! Лайла? Привет. Привет. А ты что тут делаешь? Мне надо с отцом встретиться. Не то, чтобы я этого очень сильно хотела, но у меня есть с ним пару вопросов, которые можно отсудить по поводу финансов. Вот пришла, чтобы узнать насчет встречи с ним. Ясно. Кстати, я слышала, что у нас в городе было какое-то ритуальное убийство. Ты и над ним сейчас работаешь? Да, над ним. Лайла, скажи, как можно встречаться с девушкой, спать с ней, а потом просто тупо принести в жертву какому-то подземному богу? Ну да уж. А как он ее убил? Смертельная инъекция. Ну, как в Штатах. Да, я знаю. Максимально гуманно и безболезненно. Видимо, он не хотел, чтобы она страдала. Вот, Лето, я тебе как психолог скажу, это очень похоже на почерк маньяка. А твой мести я бы проверила, не было ли в прошлом жертв с похожим способом убийства. Да, мы над этим работаем. Но все равно, спасибо за совет. Ну, я пойду. Подожди. Мы с тобой так и не договорили там, в кафе. Я очень долго думала и... Вместе мы с тобой все равно быть не можем. Но остаться друзьями вполне. Согласен? Конечно. Ну, вот и отлично. Если нужна будет помощь психологу, ну или просто поговорить, обращайся. Хорошо. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok